В прямом эфире информационная программа Якутия 24. Итоги дня. Я Влад Давыдов и вот о чем пойдет речь в ближайшие 30 минут. 75 лет переломному сражению. Россия сегодня отмечает победу в Сталинградской битве. В тройке лучших территории напряжающего развития Южная Якутия и Кангаласы в числе первых на Дальнем Востоке. Развитие НКО в Якутии. Проблемы и перспективы. Интервью с министром в прямом эфире. Молодежь в промышленность. Полтысячи человек хотят трудоустроить на Верхнемунское месторождение в Мирненском районе. Обо всем по порядку через несколько секунд. Нерюнгринский район посетил вице-премьер страны Юрий Трутнев. В полпред на Дальнем Востоке провел совещание на тему развития территории опережающего соцэкономразвития Южная Якутия. И ознакомился с работой производственных объектов ТОСЭР. По порядку и подробнее в репортаже из Нерюнгре. В работе совещания также приняли участие первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Осипов, председатель правительства Якутии Евгений Чекин, генеральный директор ООО УК Колмар Сергей Цивилев, глава Нерюнгринского района Виктор Станиловский и другие официальные лица. В своем выступлении Юрий Трутнев отметил, что проект развития Южной Якутии и порта Ванина реализуется существенно быстрее тех планов, которые были приняты при их создании. Также хорошо обстоят дела с инвестициями. Привлечено примерно в полтора раза больше запланированного. Все работы ведутся в жестком графике, с высоким качеством, используя российское оборудование, с учетом лучших технологий, совершенствуя это оборудование, которое ставится в процессе монтажа, разрабатывая новые технологические решения. Вся эта работа проводится в достаточно жестких климатических условиях. Мне сказали, что сегодня 48 градусов, минус это такая бодрая очень погода. Поэтому вот все, что делает компания Куман, мы оцениваем, это очень эффективный и такой правильно организованный труд. Кроме того, на совещании обсуждались вопросы реконструкции аэропорта Чурман, увеличения провозных возможностей компании российские железные дороги и контроль за иностранными работниками на объектах региона. Также в списке вопросов развития торгового порта Ванина в Хабаровском крае, крупнейшего транспортного узла на Дальнем Востоке, связывающий железнодорожный, морской и автомобильный пути сообщения. По итогам совещания компания Куман подписала соглашение с компанией ООО «Польские машины» о строительстве многофункционального сервисного центра по ремонту и обслуживанию техники, с компанией «Сэндвик» и с администрацией района о сотрудничестве, а также с администрацией поселка Чульман о строительстве жилого комплекса на тысячи мест для сотрудников компании Куман. Мы делаем реконструкцию в Серебряном бару наших объектов, где будет малосемейка и общежитие. Мы подписали очень серьезный контракт с российскими железными дорогами по здравоохранению. Мы будем использовать инфраструктуру, медицинскую инструктуру, которая есть у российских железных дорог на сегодня. А я считаю, что она одна из лучших. И мы уже подписали соглашение о том, что мы совместно с ними в Торе и Южной Акутии создадим еще медицинский центр. Надеюсь, что у нас это получится, и государство тоже поддерживает этот проект. Ранее в Нерингре на базе угольной компании Кумар состоялась торжественная церемония закладки первого камня под строительство склада взрывчатых материалов и полигона для ее испытаний. Взрывчатка будет использоваться для введения открытого способа добычи угля на месторождениях Кумар. Затем рабочая группа во главе председателя правительства Якутии Евгения Чекина дала старт строительству жилого комплекса поселка Чульман. Он будет состоять из трех общежитий и двух жилых домов для семейного проживания. Первые жильцы въедут уже к середине 2018 года. Кроме жилых помещений в состав комплекса войдут столовая, спортивная и детская площадки зона отдыха. Глава кабинета министров Якутии отметил, что Кумар является социально ответственной компанией, которая придерживается самых высоких стандартов обеспечения производственных условий. Напомним, тор Южная Якутия была создана в декабре 2016 года. Крупный горнодобывающий промышленный центр расположен в Дерингринском районе. В настоящее время на территории реализуется шесть проектов с общим объемом инвестиций 30 миллиардов рублей. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Дерингринский район. В продолжении темы, территория опережающего развития Южная Якутия и Кангаласы вошли в тройку лучших на Дальнем Востоке. В целом, за прошлый год инвесторы вложили в экономику макрорегиона 92,5 миллиарда рублей. Половину этого роста обеспечили предприятия-резиденты, в том числе и якутские компании. Например, резиденты Тора Кангаласы за прошлый год уже вложили в развитие своего производства более 300 миллионов рублей. Тему продолжит Саргалана Захарова. Котлы длительного горения сегодня альтернатива центральному газовому отоплению. Если обычные печи приходится в якутскую морозную зиму топить по нескольку раз в день, то котлы могут держать тепло до нескольких суток в зависимости от их мощности и регулирования подачи тепла. Шесть видов котлов мы производим. Это 20-киловаттный, 20-киловаттный и 40-киловаттный. И они расходятся еще универсальный и обычный. То есть обычный котел, он только на дровах и на опилочных отходах. А универсальный он у нас опилочные отходы, дрова и уголь. Это оборудование называется плазморез. На нем вырезают из прочной стали детали для будущей печи. Это могут быть и большие листы металла, и такие вот маленькие элементы. За 2017 год компании удалось произвести и реализовать уже больше ста котлов. Также в цехах полностью установили все оборудование и вышли на планируемые мощности. Это новые модели котлов. То есть будем расширять наш товар, то есть наши котлы. И у нас уже в дальнейшем плане вывезти наш продукт за пределы России. Сегодня на производстве работает всего 8 человек, но в будущем штат планирует расширить. Одной из главных целей создания территории опережающего развития именно в Кангаласах было возрождение поселка. Так не только в этой компании, но и еще в других цехах откроют новые рабочие места. Наши резиденты сейчас только на начальном этапе, а по мере выхода на свои проектные мощности у них будут набираться штаты, рабочие места дальше будут создаваться. Вводятся в этом году еще новые заводы, которые уже в принципе процентов на 60-70 построены. И еще плюс новые проекты, которые также начнут стройку. Как минимум еще 50 мест создадут в Алмазо-Гранильном кластере, который также начнет работать на базе индустриального парка Кангаласы. В конце прошлого года компания с IBM и Тор подписали соответствующие соглашения. Размер инвестиций составит более 500 миллионов рублей. В текущем году должны начать строительство кластера. Первый этап проекта планируют завершить уже в декабре. Сарглана Захарова, Георгий Григорьев, Якутск. К другим новостям. В Вилюйском улусе обнаружен фрагмент ракеты-носителя. Запуск Союза-2.1А, напомню, состоялся накануне с космодрома Восточный. Как передает первый замминистра охраны природы Республики Семен Яковлев, фрагмент найден сегодня при помощи беспилотников. Но так как фрагмент упал в густом лесном массиве, доступ к нему весьма затруднен. Ближайшая подходящая площадка для посадки вертолета находится лишь в 600 метрах от места падения фрагмента, уточнил замминистра. По предварительным данным, размер обнаруженного фрагмента составляет 1,5 на 2,5 метра. Завтра рабочая группа планирует осмотр места падения с отбором проб природных сред на мониторинговых точках. Только после этого будет принято решение о вывозе фрагмента ракеты. Тем временем в Балданском районе поиски частей ракеты-носителя пока не дали положительных результатов. Работа беспилотных летательных аппаратов приостановлена по техническим причинам. Об этом также сообщает пресс-служба Минохраны природы республики. В Якутске приостановили занятия во всех школах. Дети не будут учиться с 3 по 13 февраля. К такому решению сегодня пришли на заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. По итогам трехдневного мониторинга в столице отмечают рост заболеваемости ОРВИ. Превышен 15-процентный недельный эпид-порог. Городское управление образования также официально отменило дополнительные занятия и другие внешкольные мероприятия. Следующее заседание комиссии состоится 13 февраля. Там и решат продлевать карантин или закрывать. Довольно долго держались без карантина. И вот эти точечные меры закрытия классов, групп, детских и дошкольных учреждений. И даже в последние дни несколько школ были закрыты. Они дали хорошие результаты. Но сегодня мы, тем не менее, решили о приостановлении учебных занятий во всех школах нашего города. В учреждениях дополнительного образования для детей. С 1 по 12 класс. 12 класс, я говорю, потому что центр образования у нас 12 класс. С 3 по 13 февраля. Следующее заседание СПК пройдет 13 февраля, где мы примем решение либо о продлении, либо о приостановлении карантина. Обучить и трудоустроить 500 человек хотят на Верхнемунское месторождение в Мирненском районе. Кадры планируют набирать из жителей села и молодежи. Об этом, в частности, шла речь на выездном заседании правительства в Мирном. Все подробности у Марьянны Кутуковой. Станислав пришел в центр занятости подавать резюме. Цель – устроиться на работу в компанию ТАС «Уряхнефтегазодобыча». Документы Станислава приняли, а также предложили пройти курсы переобучения на рабочие специальности. Готов проходить, наверное, любые курсы. Даже, может, какие-то, начиная с самого начала. То есть, не обязательно это какие-то там сразу высшие руководящие должности, и так далее по специальности. Трудоустройство местных кадров в промышленные компании в приоритете. В этом году планируется профессиональная подготовка трех тысяч специалистов. Из них только в акционерную компанию «Алроса» трудоустроит 500 человек. Нужны работники для запуска Верхнемунского месторождения. Оно запланировано уже в октябре этого года. Сельское население, молодежь отдельно, вахтовым методом. И вопрос будет решаться в количестве 500 человек по профессиональной подготовке. Реализация программы «Местные кадры в промышленности» решит проблему безработицы на селе. Ведь если прирост населения имеет положительную динамику, то рабочих мест больше не становится. На текущий момент общая безработица у нас выше, чем в среднем по Российской Федерации. Притом есть такое разделение по территорию. В сельской местности значительно безработица. Оно доходит, если у нас показатель 7, то в сельской местности доходит до 15. Сегодня практически во всех уголках региона создан паспорт трудовых ресурсов. По итогам совместной работы правительства, муниципальных образований, общественности и работодателей, ожидаются положительные сдвиги в сфере трудоустройства. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. Сейчас двухминутная пауза, далее вторая половина нашего выпуска. Якутия вошла в тройку лучших регионов по формированию некоммерческого сектора. Об этом заявила вице-премьер правительства России Ольга Голодец на заседании Совета при Кабинете министров по вопросам попечительства в социальной сфере. Если говорить в целом по стране, в 2017 году удалось увеличить сумму на оказание соцуслуг негосударственным организациям до 11 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2016-м услуги оказывались на 5 миллиардов рублей, а это почти в два раза. О развитии НКО в республике мы сейчас поговорим с гостем прямого эфира. Это министр по развитию институтов гражданского общества Якутии Анатолий Бравин. Анатолий Дмитриевич, добрый вечер. Добрый вечер. Я располагаю данными, что по итогам прошлого года количество некоммерческих организаций в Якутии составило 2128. Сколько из них было зарегистрировано конкретно в минувшем году, и СМИ также подсчитали, что 2017-й стал рекордным по количеству заявок. Так ли это? Ну, собственно, вы правы. Действительно, рост темпов образования некоммерческих организаций с каждым годом увеличивается. И если мы говорим о прошлом году, как вы спросили, то их зарегистрировано было в Якутии, по данным Министерства юстиции Российской Федерации, на территории республики, 177-177. А, собственно, вы спросили, действительно ли они приобретают все большее значение, популярность. Да, это действительно так. Общественный сектор, некоммерческий сектор становится все более и более популярным. А с чем вы это связываете? Это связано, может быть, с тем, что регистрируют, оформляют, процедура происходит быстрее, или проблем у людей стало больше, или наоборот, с помощью НКО эти проблемы решаются эффективнее и быстрее? Вы знаете, может быть, все это и в комплексе, хотя о том, что регистрироваться стало проще, может быть, еще и рано говорить, потому что, как правило, каждый второй, каждый третий из обратившихся по поводу регистрации, желающих зарегистрировать некоммерческое объединение, к сожалению, не может этого сделать. А, значит, что этому мешает? Ну, есть несколько причин. Одна из них, конечно, это необходимость правильно читать, правильно готовить документы на регистрацию и знать действующее законодательство. Одна из причин. А то, что о том, как, почему популярен, то я бы сказал, что популярность, конечно, это связано, прежде всего, может быть, с тем, что у нас все общество становится, начинают работать законы прямой демократии. И наличие законов прямой демократии – это когда можно позвонить, можно от имени некоммерческого объединения, организации напрямую, ведь сейчас власть стала очень доступна. Есть порталы, есть электронная почта, есть телефоны прямые, они в интернете все есть. Можно задавать вопросы, можно влиять таким образом. А когда за тобой сила и когда за тобой некоммерческое общественное объединение, то твои вопросы становятся гораздо более весомыми. Таким образом оказывается влияние общества на власть. Вторая причина – финансирование. В начале их было финансирование, вот 2014-2012 год, порядка около 250-300 миллионов рублей. По итогам, вот, пожалуйста, 2017 года, это по Якутии по одной, миллиард 127, миллиард, даже 147 миллионов. То есть цифра внушительная. Правда, проходит она через 8 органов власти, через 8 министерств, полномочия которых входит работа с НКО, оказание государственной поддержки НКО. А как вы считаете, есть ли понимание у людей, что такое некоммерческие организации НКО, и действительно ли решаются проблемы людей через эту систему? Я думаю, что понимание это приходит постепенно в полноценном, что ли, виде, что некоммерческий сектор – это, собственно, определенный заслон от засилия, ну, скажем, не засилия, а возможности, вероятности, опасности, влияния более сильных, например, политических, либо, скажем, коммерческих каких-то структур, корпоративных интересов. НКО, общественность, то есть, да, это всегда такой вот разновес в развитии гражданского общества. Это вот такой момент, его надо необходимо учитывать, конечно. Это тоже одна из причин, кстати, того, что НКО получает в последние годы все больше и больше развития. Ну, и в заключении быстренько поговорим о конкурсах. Сейчас в каких можно принять участие? Сейчас в начале года, фактически где-то январь, от февраль-март, все мы, все министерства будут объявлять, вот эти восемь министерств социального блока, будут объявлять конкурсы на гранты, на прямые субсидии из бюджета, то есть государственную поддержку, вот по всем направлениям. Это направлений много, это каждый из нас, например, министерство спорта, это вот в большей степени спортивное направление, ну и так далее, то есть, каждое по своим направлениям. Более широкий спектр интересов, более широкий спектр услуг предлагается, это в нашем министерстве по развитию институтов гражданского общества. Спасибо, Анатолий Дмитриевич, что нашли время и пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Удачи вам в работе. Спасибо вам, удачи вам, удачи каналу. У нас в гостях был министр по развитию институтов гражданского общества Республики Анатолий Бравин, а мы продолжаем. В Алекминском районе каждую зиму сталкиваются с непроходимыми дорогами до села Кюдыкёль и Киндигир. Как с этим справляются местные жители в репортаже Елена Фаст. Три больших мешка заняла накопившаяся почта до села Кюдыкёль, он же Киндигирь. В это село почта приходит с большим опозданием. Чаще всего это попутные машины, в этот раз попутчиками стали мыть. Отдаленное село недаром называют труднодоступным. Это, понимаешь, с первых километров дороги. Сразу понимаешь и почтовых работников. В одну машину ехать в село нежелательно. Здесь не берет ни один провайдер, связь Билайн только в самом селе. На протяжении дороги в более 100 километров ты предоставлен только себе, опыту водителя и подготовленной машине. Внешне ровная дорога таит в себе свои загадки. Сантиметр вправо или влево и машина просто увязает в колее. И вот здесь без лопаты и сильных рук делать нечего, как и без опыта. Учитывая, что на этот маршрут машины выходят редко, перспектива нерадостная. Сами жители к дороге относятся гораздо спокойнее, хотя как вопрос обозначают проблему ежегодно. Интервью нам дали пассажиры местной машины, встретившиеся на пути. Живем нормально, просто сейчас дорога плохая, поэтому мучаемся. С Кендиги выехали в 11 часов. Сейчас сколько время? 12 час. 14 час. Альтернативы попасть не в село, не из села. Нет. Зима именно эта дорога, летом моторные лодки. Основные запасы продуктов завозят сюда по хорошей воде или зимой. И пышники, которые уже малыми партиями доставляют товар в село. Какая цена у товара, легко представить. Ну, дорога бы хорошая. Бензина, продуктов. Я думаю, что вам так представляется вообще. Ну и пышники. А там завозят обычно сезонно? Сезонно, конечно. Ну, а время распутивки ничего, уже никак не знаешь. То, что есть. Хоть в село занимает от 9 часов до 2 и 3 суток. Все зависит от дороги, погоды и, повторюсь, от водителя. Небольшой паскриптум. В этот раз две машины, в том числе и наша, так и не доехали, вернувшись с половины пути. Вместе с нами приехала и почта. Ждать машину, у пассажиров которой хватит времени. Или не будет выбора. Заключенные Ленской колонии поселения смогут работать операторами котельной. Осужденные обучались ремеслу 3,5 месяца. Лекции, экзамены, контрольные работы и полученные сертификаты. Все как у всех. Что из этого вышло в сюжете Светланы Балеевой из Ленска. Вадим Подлинов. Один из 13 осужденных колоний поселения. Срок заключения 4 года 11 месяцев. До того, как попасть в места лишения свободы, у молодого человека не было специальности. Он работал кладовщиком. Сегодня Вадим и еще 7 осужденных из правительной колонии благодаря республиканской программе получили рабочую специальность. Теперь они операторы котельной. Я работаю здесь с октября месяца. Мы здесь начали проходить практическую работу. Как только начали обучаться, чтобы времени в принципе не было на это. Чтобы отдельно проходить практику. Ну а так было довольно-таки интересно. Понравилось. Ну уж теперь смогу работать, наверное, на воле. Специальность получил. Стремлюсь к освобождению. Работа у оператора котельной сложная и ответственная. Так как именно он отвечает за тепло, подаваемое на объекты учреждения и 18 жилых домов, которые также отапливают котельные колонии. Работает она на угле. За котлами оператор ведет постоянный контроль. Ежедневно проводит их чистку. Сзади в котельную вспоминается далекое прошлое и профессия кочега. Испачканные, но счастливые осужденные говорят, что в процессе работы быстрее проходит день и становится чуть ближе срок освобождения. Особо я не напрягаюсь. Это мой досуг. Время для проповождения. В принципе. Я к этому отношусь так. В планах у меня есть повыситься до оператора газовых котельных. И в дальнейшем работать в этой же специальности понравилась. Интересная работа. Как признаются работники колонии, специальность оператор котельной всегда востребована в учреждении. Но обучение ей проходило впервые. Лекции осужденным читали преподаватели Ленского техникума. После трех месяцев обучения все заключенные получили сертификаты оператор котельной. Обучение проходило на территории участка колонии поселения. Имеется специальный класс для проведения обучения. Также параллельно проходили обучение специальности и практика. Практика проходила в нашей котельной, которая находится тоже на территории участка колонии поселения. Обучение все прошли успешно. И квалификационные экзамены сдали тоже успешно. Обучать заключенных рабочим специальностям из правительной колонии совместных техникум продолжат и дальше. Светлана Балеева, Виталий Андреев, НВК Саха, Ренцик. В России началась апробация новых технологий проведения единого государственного экзамена. В Якутии тренировочные мероприятия проходят в шести экзаменационных пунктах. В апробации примут участие более 211 классников. Они выполнят работы по русскому языку. С этого года полный комплект экзаменационных материалов будут печатать непосредственно в аудитории. Это позволит повысить информационную безопасность госэкзамена. А сама печать материалов займет не более 30 секунд. В пунктах проведения экзаменов распечатывались только кимы, контрольно-измерительные материалы в аудиториях. И бланки регистрации, бланки ответов приходили уже в готовых пакетах бумажных. Теперь бумажного материала на экзаменах уже не будет. Все будет распечатываться на глазах у детей в аудиториях пунктов проведения экзаменов. Подобные широкомасштабные апробации у нас еще запланированы Рособорнадзора в марте. Две апробации будут в марте месяце. Далее еще в мае. Питву в Сталинградской битве празднуют сегодня по всей стране. Ровно 75 лет назад советские войска в этом сражении разгромили фашистов. Битва считается переломной в Великой Отечественной войне. В честь этой знаменательной даты в Якутске, как и по всей России, провели ряд мероприятий. Репортаж нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Петр Рыбким был признан в армию в 1942 году. Тогда 19-летний юноша вместе с товарищами попал в 3-ю пулеметную роту 3-го батальона 960-го полка 299-й дивизии. Часть формировалась в Ульяновской области. Мы оттуда уже в начале июня нас перебросили, сразу направили под Сталинград. На свою малую родину вернулся в начале 43-го года, был ранен. После выздоровления прошел курс водителей. В 1945 году приехал в Якутию из Иркутской области. Создал здесь семью. Вместе с женой воспитали и вырастили троих детей. Сегодня Петру Прокопьевичу 94 года. Он любимый отец, дедушка и прадедушка. У него три внука, семь правнуков. Живой свидетель тех страшных событий, человек, благодаря которому в нашей стране сегодня царит мир и благополучие, принимает поздравления. В Якутии сегодня проживают 90 ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня в честь 75-летия Сталинградской битвы в столице республики состоялся торжественный митинг и возложение цветов к мемориальной доске города-героя Сталинград. Наш святой долг окружить их тепло и заботу, чтобы они не только в дни наших великих побед, но и каждый день чувствовали на себе ту нашу любовь, которая, конечно, должна быть им оказана, как тем людям, благодаря которым мы сегодня живем счастливо, живем в свободной стране нашей России. Стихи и военные песни под гитару студенты Северо-Восточного федерального университета провели масштабный флешмоб. В акции приняли участие полторы тысячи студентов вуза. Слава героям, павшим за свободу и независимость! Поклонимся памяти погибшим! В зале русского драматического театра состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилейной дате. Здесь были озвучены имена тех героев, благодаря которому мы живем в мире и в согласии. И то, что сегодня общественность города Якутска собрала здесь здание этого театра, еще раз говорит о том, что есть преемственность понимания у поколения молодого сегодняшнего, есть преемственность понимания, что сделали их сидящие в зале отцы, которые были детьми в то время, работали в тылу в тяжелейших условиях, их деды, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. И действительно, пока помнит страна, пока помнит народ, подвиг наших дедов и прадедов всегда будет великим событием. Как говорится, история жива, пока о ней помнят. Дмитрий Томыров, Павел Пахомов и Григорий Григорьев, Якутск. Таковы итоги дня. Эфир нашего канала продолжат мои коллеги. Оставайтесь в Якутии 24. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин